И сперва у нас такая небольшая вставочка, в которой мне хотелось бы поблагодарить людей с никнеймами RedFrog, Smaster и Seiyu за подписку третьего уровня на Boosty. Ну а теперь приступаем к реакции. И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы. И что же у нас? Я поздравляю всех, кто смотрел первый сезон и ждал начала выхода второго сезона Башни Бога. Я вас всех поздравляю и, собственно, всем вам добро пожаловать. А тем, кто не смотрел и тем, кто не ждал бегом нахуй смотреть первый сезон и вместе с нами ждать выхода каждой очередной серии второго сезона. Собственно, у нас Башня Бога, первая серия, второй сезон. Озвучка Anilibri вышла. Сейчас у меня на часах 2 часа 3 минут. Короче, половина третьего ночи. И мы приступаем к просмотру. Но перед этим не забывайте, если еще не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки, писать комментарии, подписываться на Телеграм, на Твич. Вся ссылочка находится в описании под каждой реакцией. А я же всем желаю приятного просмотра и погнали смотреть. Я помню саму основную историю. Помню, что есть Рахиль. Помню, что есть Баам. Остальные где-то как... Помню, что он незаконный. Помню, что... А, и остальные все имена? Не помню. Принцесса Захарда помню. А так, в целом, то есть я позабывал имена, лица помню, имена позабывал и историю помню, да? С именами у меня постоянная проблема. Но постепенно как бы разберемся. Память я освежить, ну, не стал. То есть не просматривал именно первый сезон перед тем, как начать смотреть эту серию. И плюсом ко всему опенинг тоже. В этой серии мы смотреть не будем, потому что мне посоветовали его, получается, скипнуть и смотреть со следующей серии. И так мы, собственно, и поступим. Так что всё. Вперёд. Поехали. Громко, не опомнишь. Пойдёт. Рахель, столкнула меня? Бедняга. В твоих руках сила, о которой другим остаётся лишь мечтать. И что с того? Какая разница? Спасителем. Ты можешь стать богом этой башни. У тебя есть ключ ко всем знаниям этого мира. Ну, я... Я хочу узнать лишь одно. Тогда взбирайся наверх. И узнаешь всё, да? Только так. Ты сможешь узнать, как башня изменила её и тебя. Ты ведь хочешь узнать ответ? Ответы на все твои вопросы. Блин, охуенный оста, да? Играют. Находятся на вершине. Если желаешь их, я сделаю тебя сильнее. Нет там на вершине никаких ответов. Я сам. Сам найду ответ. Я буду решать сам. И ради этого я и пойду наверх. Приветствую в башне бога. Можешь давать меня хворёной бытой. А теперь... Я забуду. Костовался, буду звать. Для башни это начало конца. Славься, великий Захард! Славься! Славься! Приветствуем её высочество, Юри! Как же её озвучивать в нелибрии будет та же, которую я озвучила? Мы ожидали вас, ваше высочество. Опять этот пафос и показуха. Да. Где сестрёнка Рапелиста? Спит? А, у неё сейчас гости. Раз уж так не нравятся пышные встречи, откажись от титула, Юри. И ты тоже здесь, сестрица Мошенни? Поздравляю, Юри. Говорят, ты нашла зелёный апрель? Папенька очень рад этим вестям. А-а-а. Да? Только не слишком ли тяжела эта ноша для такой малышки, как ты? А ты, милая сестрица, не молодеешь, годы берут своё. Пора бы и на покой. Я позабочусь о жёлтом мае. Ребёнок, что с неё взять? Поражаюсь, как хорошо вы ладите, ваше высочество. Она, кстати, похожа на этого, на парнишку, который был с Баамом. Который с этим, с чемоданчиком. Юри, с возвращением зелёного апреля тебя. Все вокруг только о нём утвердят. Ну так последний, кто владел сразу двумя мечами из серии месяцев, была сестрица Гарам? У тебя уже два. Может, соберёшь все? Меня это вообще не интересует. О, от чего пришла? Тебе от меня что-то нужно? Да так, просьба есть. Только погоди-ка. Только не говори, что хочешь разыскать того мальчишка. Он же вроде погиб. Я признала его силу. Так просто его точно не убьёшь. Раз уж ты настаиваешь, так и быть разыща. Но взамен... А у тебя есть какие-то способности в плане искать? Договорились, услуга за услугу. Хорошая сыщица. Вот и пришёл конец моей скуки. Ведь ещё чуть-чуть. И принц Захарда вернётся. Окей, перематываем пока. Смотри стримы нашего проекта, либо ка-плейлайв. 20 этаж. Посмотрим. Здесь собираются избранные, которых допустили в башню. Их испытывают ещё раз. Но до тех пор, пока они не сдадут экзамен и не получат ранг Е, им запрещено подниматься выше. Из-за сложности теста и высокой платы за попытки его прохождения, здесь оседают те, кто отчаялся его пройти. Ну и, конечно, куда же без монстров, которые наживаются на неудачниках. То ещё местечко. Простите! Вы не ушиблись? Да ерунда! Когда говорили, что принц Захарда вернётся, показывали как раз таки вот кольцо, кольцо, которое у него наполняет. Легче грешнику попасть на небеса, чем пройти этот дурацкий тест. Легче грешнику попасть на небеса. Прикольно звучит, да? Ну, то есть, это, блядь, то есть, пиздец, как сложно. Неизбранные просто сдаются перед нерушимой стеной. Но я снесу её к Захардовой матери. Я стану королем этой башни! Что-то его за хуесосили. И не его одного снесли. Я стану королем этой башни. А кто это? Эта девчонка типа так снесла всех? Чёртова зажигалка на ножках! Я не понял. Клянусь, если я стану королем, заставлю мне барбекю жарить! Чёрт! Из этой катины я ещё один экзамен завалил! Чтоб её! Чтоб её! Дорогой клиент, я прибыл, чтобы вернуть занятые вами средства. А вы не могли бы подождать. Обещаю, я скоро всё выплачу! Огненный шар? Ты меня этой игрушкой ослепить хотел? Ты что, думал, сможешь сбежать от меня, переехав в другую квартиру и сменив номер? Мы о тебе, болван, всё знаем. Даже то, чем ты питаешься и где гуляешь. Как-то... Как-то пока что сложно адаптироваться, да? На все денежки до последней монетки. Ладно, ладно, я всё вам верну! И как же! Сто лет горбатиться будешь, ещё должен останешься. Из кожи вон вылезу, но смогу! Ладно, дадим тебе последний шанс. Но взамен... Похудейка, миллион довольных клиентов, наводим... Чего, блядь? Клиника какая-то? Похудейка. Сверхсовременная диета у всех на слуху. Честно, безопасно, быстро и весело. Но так обычно всегда и пишут. Сброситься за три дня до 50... Нихуя, до 50 килограмм. Наш курс разработан для тех, кто хочет мгновенно похудеть, но не любит спорт. Результат гарантируем. Заебись, да. Заебись. Я уверен, что такие вот, ну, монстры, типа, что-то, 500, нахуй, сразу же попиздят, нахуй, в надежде, что всё так легко и просто. Ну, в этом мире есть магия, поэтому хуй бы с ней. Увидел бы такое объявление в нашем, ну, в реале, я бы долго ржал. Распишись вот здесь. Что? Печи начинают диеты? Диета для лёгких, для сердца, для глаз. Да это ж торговля органами! Да нет, жиновейшая система похудения. Диета для глаз. Отберёте, он скелет останется! Что, откажешься и забудешь о тесте? В следующий раз лучше тебе его сдать. Дорогой клиент. Да я завтра же всё выплачу! Простите, это вы заказывали тарелку лапши? О-о-о! Я вас помню! Умничка! Вот тебе началь. Спасибо большое! А, тебе не меня нужно благодарить. В конце концов, за всё заплатит вон тот дяденька. Своим телом. Понял, это получается, он прописал бумагу, по которой он, типа, обязался им отдать, типа, все свои органы, там, глаза, там и так далее. Надо было ещё свинину в кисло-сладком соусе взять. Угощайтесь, пока не остыло! Да-да. Эм, простите, что вчера я вас... А ты с чего курьером работаешь? Потому что я люблю готовить рамен. А тест проходить не собираешься? Да уже было несколько раз. Но он оказался дико сложным. И ты в итоге сидишь по уши в долгах? Что-то вроде того. Если честно, я думал, что в этот раз пройду. А почему они все в долгах, кто проходит тест? Ради, что, типа, за прохождение этого теста нужно платить, типа, какие-то деньги? И ты не проходишь, ты, получается, лишаешься тех денег, которые ты заплатила, и в следующий раз, когда ты собрёшься проходить, тебе вновь нужны деньги? Почему они все? А потом, брат, какая-то девица из них не зашла, и всё, как ишь и пропала. Да уж, соболезную. Ну да ничего. Покажи их, надо бороться. Знаешь, в чём разница между теми, кто на самом верху, и нами, на двадцатом? Они в своё время не сдались, а у нас тут большинство подняло лапки. О, купон. Это подарок от меня. Воспользуйтесь, как сдадите экзамен. Жду вашего заказа. А ещё обещаю дополнительное яйцо положить за счёт заведения. Ого! Как только стану королём, построю для тебя самые шикарные рамены. Мотивейшн. Дуб яйцо, это мотивация. Задело. Первый экзамен пройдёт в виде получасовой игры на выживание. Каждые три минуты арена будет открываться для нового участника. Пожалуйста, входите в соответствие с вашим номером из объявления. К следующему экзамену будут допущены все, кто останется на арене по прошествии получаса. Уважаемые избранные, вам разрешено атаковать друг друга. Участники, отбранкованные системой, либо потерявшие сознание, не пройдут дальше. Барбузь, как только дверь откроется. Чёрт, это же мой последний шанс. Я не избранный, я уже бойцовский пёс. Я джаванан в атаку! Блэба да это банда. Бляба да это банда? я поставлю это балм если вылючу один скелет останется он нет только не думай 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 тебе сражаться смысла нет и по извини что ему идет он охуительно выглядит он в первом сезоне выглядел ну как как лох такой маленький невзрачный типа как будто бы беззащитный до такой наивный хочет постоянно типа там помочь ничего не знает не понимает всего где-то как-то не то чтобы боится но на подобии этого так не умеет пользоваться нормально той силой которая у него есть кое а сила его безгранична но он не знал как и куда ее пускать да как нормально ей пользоваться а сейчас ну с виду прошло какое-то какое-то время не знаю сколько конкретно именно времени прошло но наверное нормально он подрос волосы охуенно ему идут длинные да и вот этот хвост одежка куда круче нежели чем был блять охуительно выглядит если это реально бам бля это супер а если прошло время собственно значит а вот эта красноволоса и его обучила пользоваться его силой что хочешь побить всех ты сюда зайдет про второй экзамен не забывай нужно отдохнуть и восстановить силы как тебе такой вариант вместо того чтобы драться посидишь до конца отсчета можем работать командой планка объединимся сильнейшим соперником в команду наверное пойдет после того что с ним произошло уже вряд ли он станет скорее всего одиночкой просто после того что с ним случилось тот бам которого мы знали тот бам все он умер в момент когда его когда его скинула рахиль ну все то есть для него все умерло да у него остались это какие-то незавершенные дела где-то какие-то еще не вопросы на которые он хочет получить ответы но какое-либо доверие по отношению кому бы то ни было у него явно пропало ну то есть это будет человек одиночка человек который просто напросто двигается вперед двигается какой-то цели которую он перед собой поставил и при этом как бы не ждет ни от кого помощи и сам по себе тоже сильно кому-то помогать не будет собираться ты откуда будешь как тебе звать не хочешь отвечать до следующий участник по сигнала бросаемся и валим его за мной на раз-два-три уже огромный такой у меня предложение а он ему предложил тоже что и баму ну я только за если ешь не раз драться не надо вот теперь добавила смысле ты любит не захотел не но плюс ему что он девочку бить не захотел как бы блин потом болит неужели они всерьез думают что экзамен так легко узнать и вообще разве нам не надо снизить число конкурентов я так рада я сначала очень нервничала оказалось что тут все участники добрые эй ты чё там навоображала я тут типа жизнью рискую дам тебе совет как пройти этот чертов тест не заводи себе друзей если ты этого не понимаешь тебе мелкая тут не место но что ребенка пугаете это для ее же благо помрет на раз-два если будет нюни распускать тут такое частенько приходишь на 20 дружный такой а потом все тебе кидает и в итоге остаешься один не плачь милая все будет хорошо с виду вроде не дружелюбный не что я последний они можно выебистый но похоже кого-то уже вынесли дураков не иначе но ты чё напрягся-то сразу я ж секу фишку вы не хотели тратить тут свои силы попусту разумный выбор что пацифист что ли а только тут слишком много слабаков что если следующий тест командный вон та девица и тем более малявка станут обузой ну что уйдете отсюда сами или вам помочь ясно тогда давайте определимся голосованием поднимите руку те кто считает что балласту лучше уйти один голос против тебя серебро власой вали о как если кого-то и выгонять этого не ожидал три голоса есть здоровяк что скажешь ну я но мне зачем голосовать заговорил потому что всех вас срежу я чё смысле всех вас срежу я эй пацан не понял то есть ты ждал просто пока придут все типа не драться там по одиночке посидеть почерить нахуй а когда уже все придут всем раздать ты чё щас вякнул я отсюда без драки не уйду похоже мирным и дело не уладим до один против пятерых и максимально серьезен для мне нравится как он вот не советую на двадцатом этаже нет никого кто запросто тебе дастся не затевай бессмысленный бой никакого боя и не будет я лишь удостоверить что вы не пройдете дальше не более того смотри как бы не пожалел прости прости я в того пацана целился ну вот хаос все-таки начался впрочем не это на руку ах ты что не так и я просто промазал тогда ульта он что проводник смотрите это метка фак крупнейший преступный синдикат во всей башне правда живу я фазовца вижу впервые могу ошибаться мы такого не слышали до убийцы факт не может убийцы факт этого чертов либо я забыл либо я такого не слышал ясно одно мы все здесь считаю уже трупы слышь он нас так всех по очереди перебьет можешь его обездвижить если сможешь то я его одним выстрелом вынесу ну как выбору у нас нет не пробиваем и щит давай короче него сзади вы намер ваша счет если продержимся до конца таймера мне кажется он показывает только малость того на что он способен нам бы все рассели не показывали бы максим его способность не подходи не надо нет я костьми лягу на взберусь на башню а под сильнейших а так шинсу он отмахнулся как от мушек почему его так бомбы сзади он в моменте просто считаешь давай добивай его другого шанса не будет он просто моменте отвлекся в моменте отвлекся но сейчас нет 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 этот взрыв уже не проканают что это что регенерация а что за скелет это типа как защита время кончилось первый тест окончен пожалуйста прекратите бой в случае неповиновения участник будет сразу дисквалифицирован пожалуйста прекратите бой всем кто остался на арене прошу вас пройдите в лифт повезло или наоборот нет чем дальше тем хуже бой с первой подымается да кто вообще захочет с ним в лифте ехать объясните мне пожалуйста напишите в комментариях слышали бы мы про то про это вот группировку какой-то факт которая типа там существует было ли об этом сказано в первом сезоне потому что я этого не помню было ли хотя бы какое-то упоминание о этой группировке то есть не надо мне целиком и полностью описывать что это за группировка где и как и что и зачем и почему если упоминание в первом сезоне не было если такое упоминание было и было именно объяснение что это за группировка то тогда да тогда мне лучше освежить именно память и написать об этом чтобы я собственно вспомнил и в этом разобрался потому что у меня такое ощущение что нам об этом не говорили ничего абсолютно и пока сложно адаптироваться блин красиво поставлена серия на самом деле неплохо поставлены бои да бам охуительно выглядит просто шедеврально выглядит и все круто дерется молча классно шустро быстро сильно способности прикольные это вот регенерация какой-то такой вот типа там красный все круто просто пока что сложно еще адаптироваться и влиться в это аниме сразу же ну после перерыва после просмотра именно первого сезона и перерыва начиная смотреть именно вот второй за это время понятное момент с момента просмотра первого сезона просмотревший много различных других каких-то тайтл да и приступая к этому типа к продолжению ощущение не те то есть нужно какое-то время для того чтобы влиться адаптироваться привыкнуть именно к этому произведению да именно к этой вот вселенной то есть на это нужно хотя бы потратить какую-то одну серию поэтому я пока что не могу всецело как-то прочувствовать происходящее потому что нету вот этого вот адаптирования да полноценного вовлечения что ли или как это правильно сказать вот просто нету она появится но потом и поэтому пока я даже не могу нормально реагировать на происходящее ну то есть так как я реагировал бы если бы было бы это вот вовлечения но старые раны которые у него были они не зажили старые раны не зажили старые раны его еще беспокоят смотрят первый эпизод столько болтал за серию замучился говорить капец мне реплик ответили да я походу главный герой не хочется тебя огорчать то мало вероятно один может быть из таких главных второстепенных персонажей но вряд ли прям главный главный вряд ли прям главный главный поэтому огорчать тебя не хочется но я тебя огорчу ну что получается остановил я на считать самой концовкой серии собственно как опенинг так и эндинг мы прослушаем в следующей серии очень хочется на самом деле прослушать потому что почему-то у меня такое ощущение что они прям будут заносными что они прям будут топовыми что то что то по крайней мере вспомните опенинг первого сезона это который там пела группа страйкитс да блять опенинг просто шикарнейший вот просто первый сезон у меня до сих пор в плейлисте это бля это топ это топ опенинг первого сезона прям бомба и почему-то я ожидаю что вот и от второго сезона тоже и что опенинг что эндинг будут не менее крутыми поэтому послушать очень хочется но для этого получается придется подождать недельку это не сложно это мы подождем собственно первая серия ну покажется сложно вникнуть да потому что собственно слишком быстрый и слишком резкий переход то есть видно что прошло какое-то определенное время видно что баам подрос видно что он многому научился да плюсом ко всему состоит сейчас в какой-то группировке преследует какую-то определенную цель и я надеюсь и верю то что на протяжении на протяжении серии которые будут показаны в этом сезоне будут какие-то хотя бы маломальские но флешбеки с моментами как он получается вот после того как его рахиль сбросил да как он приступил к этому обучению собственно как он этому всему обучался какая у него появилась цель как он вступил в эту где то какую-то группировку да вот чтобы это вот скипнутое вот это вот время которые скипнули сразу же при показе этой вот первой серии чтобы хотя бы пару минуток выделили для того чтобы показать что происходило на протяжении этого вот скипнутого времени и не конкретно именно с баамом да но и с остальными участниками которые которых мы видели и с которыми мы познакомились на протяжении первого сезона Тоже желательно, чтобы это показали. Хотя это, может быть, покажут потом в следующих сезонах или еще когда-то, но это нужно, это важно, это нужно для того, чтобы по итогу у тебя было большее понимание происходящего, больше какое-то такое вот внедрение, типа, я не знаю, в сюжет, чтобы ты как-то вот ощущал себя как рыба в воде, да, смотря на то, что происходит. Вот, потому что так, не то, чтобы какая-то неразбериха творится, нет, но есть эти вот пробелы, пробелы, из-за которых ты не сможешь, не можешь целиком и полностью понять происходящее, то есть эти пробелы нужно как-то закрыть. Много времени на это не понадобится. Не обязательно даже полноценные флешбеки, просто можно где-то как-то именно словами рассказать, то есть тот же самый бам, где-то кому-то там рассказал, да, или кто-то там, кто его обучал, тоже рассказал, что произошло за это время и потратил на это всего лишь полминуты, этого будет уже более чем достаточно, уже пробелы можно будет закрыть. Вот, ну, собственно, как он выглядит, это круто, то есть и какая-то группировка, и то, что, блин, он такой вот серьезный, то есть это совершенно иной бам, это не тот бам, которого мы знали на протяжении просмотра всего первого сезона, это совершенно иной. Внутри он тот же, только он себя покрыл, считайте, оболочкой, вот этой вот броней какого-то такого вот недоверия, броней вот этого вот какого-то одиночества, броней, у которой есть определенная цель, которой он следует, не обращая внимания ни на кого, и ни на что, что творится вокруг него, да, он четко следует конкретно именно к своей цели, то есть он выглядит вот таким вот образом, и честно, блин, мне нравится за таким бамом наблюдать, но это круто, ну, блин, я не знаю, я как только увидел его, я уже полюбил этого персонажа, но он на самом деле классно выглядит. Ладно, будем ждать недельку, будем ждать недельку, потом уже посмотрим следующую серию, и может быть после нее, или после-после следующей будем делать где-то какие-то выводы касательно именно этого сезона. Ну вот, пока что глупо делать какие-то выводы и о чем-то говорить, да? Вот, это будет просто затягивание времени, при этом бесполезное, поэтому, ребята, на этом просто-напросто буду заканчивать, буду со всеми прощаться, надеюсь, что вам понравилась эта реакция, надеюсь, что вы со мной также будете ждать продолжения, собственно, этого аниме, надеюсь, что она вам тоже зайдет, вы тоже его ждете, тоже его полюбили после просмотра первого сезона, тоже оно вам понравилось, да? Вот, ну и всем тогда доброго дня, доброго вечера, увидимся уже очень скоро в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие, и всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова